добрый день предлагаем вашему вниманию обзор микрофона октава 011 мк 011 это конденсаторный без трансформаторный микрофон с малым капсулем вот такие вот документы к нему идут с диафрагмой с частотной характеристикой здесь мы видим что что-то нарисованное интересно да на самом деле когда я его включил немного удивился потому что здесь я бы посоветовал попереключать фазу в этих микрофонах октава очень часто фаза не совпадает с обычными микрофонами такими как шур и всякими китайскими короб микрофонами вот смотрите например голос звучит достаточно объемно и насыщенно если переключать фазу 1 2 3 мы слышим что частота внизу изменилась она пропадает не знаю точно насколько это хорошо или плохо скажем когда записываешь на достаточном расстоянии тот этот момент уже не так ярко выражен но вот так положением фазы до слышно до что появилась насыщенность голосе поэтому можно просто перепаять шнур с одного конца здесь будет первый канал это масса 2 красный и третье синие минус но холодных да вот с другого конца просто перевернуть на 2 послать синие на третий красный и у вас будет такой шнур который перевал переворачивать фазу этого микрофона но я думаю на этом все потому что точно тест сделать невозможно у каждого человека разные звуковые карты предусилители акустическое оформление и сказать насколько он хорош или плох очень сложно потому что нужно например сравнивать именно с тем микрофоном который у вас есть мое ощущение что это достаточно компактный легкий маленький микрофон который подойдет наверное для маленьких домашних студий именно не профессиональных он не является широкомембраникам и наверное будет проигрывать микрофоном таким как октава 319 или октава мк 105 вот все на этом все такой вот обзор сейчас мы попросим нашу еще вокалистку в него попеть я буду записывать примерно в минус 18 минус 12 децибел достаточно негромко поэтому если кто-то заинтересуется он просто может этот звуковой файл загнать к себе в редактор увеличить громкость там обработать компрессором послушать что получается в дальнейшем если его обработать плюс я постараюсь еще маленький пример привести где обработаю сам звук скажем компрессором эквалайзером уберу может быть какие-то бубнящие частоты вот если близко у него разговаривать то появляется вообще такой бубнящий звук на сцене я думаю можно на него одевать ветрозащиту потому что если где-нибудь выступать на улицах или в шумных помещениях или где большая обратная связь то вот он может заводиться на мой взгляд потому что достаточно чувствительный по сравнению с динамическим микрофоном 1 2 1 2 3 1 2 в разных положениях он да если стать в ширму я думаю звук поменяется потому что здесь уже 12 вот он себя гораздо лучше ведет уже не ловит ненужные частоты от компьютера и комнаты все все продолжение теста микрофона октава мк 011 ну можно сказать что вода вот в более подготовленная и такой вот импровизационной ширме он звучит гораздо приятнее мягко достаточно 12 падает и дыды 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 петь я не умею могу только наигрывать мелодии напевать 1212 достаточно приятный тембр да он чувствительный и много шумов ловит ненужных поэтому скорее всего вот неподготовленное помещение будет не совсем корректно работать передаю микрофон вокалистки нашей добрый доброе утро мать философисты жанна к философии это септим канджи сви мальк риту и двоя ково митейн герстерл и поэнд леви как мне пир же суме тусма и па ман агтер emergen к карлиджет лодж урла поэнлеви лавы латтэн на бортаж и тутсы сагран моат же лев ино поколон ни кэрклуа Субтитры сделал DimaTorzok Ну, мне нравится, как звучит. Ну, мне нравится, как звучит. Ну, мне нравится, как звучит. Ну, мне нравится, как звучит.